Араньенбаум 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 В октябре 1941 гитлер решил уничтожить защитников плацдарма как и Ленинград. Голодом и непрерывными бомбежками. В основном снарядами стреляли. Вы знаете, у нас вот доходило до того, они говорят, ну сейчас будет легкая музыка. Вот они музыку заведут, а потом шаркнули, начинают стрелять. Они веселились, вы знаете, как веселились, им же весело было. Араненбаум оказался в двойном кольце блокады. В январе 42-го была проложена по льду малая дорога жизни. Только вела она в город, который сам умирал от голода. В Ленинграде тогда снизили нормы до 125 граммов хлеба в день. В Араненбауме в это время выдавали всего 100 граммов. Но здесь продолжали работать порт, мастерские, госпитали, колхозы и даже школа. Дети посадили огород и под непрерывными бомбежками вырастили для фронта 11 тонн моркови и 23 тонны капусты. И дети верили в победу. Вот вы представляете себе, мальчик 13-летний писал на большую землю такие слова. Я знаю, клятвы говорить непросто. Но если в Ленинград ворвется враг, мы разорвем последнюю с простынь лишь на бинты, но не на белый фланг. К январю 44-го в обстановке полной секретности на Араненбаумский плацдарм перебросили целую армию. Немцы узнали о наступлении только когда оно уже началось. В результате операции «Январский гром» наши войска уничтожили полностью Петерговско-Стрельнинскую группировку врага. Блокада была прорвана. Уже после войны, во время реставрации в одном из дворцовых парков нашли флягу с пожелтевшей запиской. «Русская земля, деремся вторые сутки, умираем, но не сдаемся». Это было послание безымянного морпеха, одного из тех, кто защитил и эту землю, и эти дворцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова